Всем hello! Это мой новый влог на канале. Время 2 часа дня. У нас тут вообще полная, полнейшая в доме суета. Рассказываю почему. Вчера отвезла iMac MacBook мамин на обслуживание. В мамином случае на замену батареи. Ему в этом году уже 10 лет, это просто шок. Мамин ноутбук вышел в 12 тысяч рублей. Мне сегодня позвонили, потому что это был единственный адекватный вариант. Либо же заменять на китайскую батарею, которая с электроникой непредсказуемая и как бы не хотелось так делать. Максимилиан собирает дальше мне мой комод. Сейчас я сделала нам завтрак. Сделала просто кучу бутеров. Максимально быстрый завтрак. Мы сейчас быстренько перекусим. Максим будет пока что комод делать. Я пока что ученицам допишу урок, потому что вчера сил вообще не было. У меня вчера так разбрелась голова, что я уснула в 12 ночи. Вы представляете? Я вообще легла в 11.30 где-то и к 12 уснула. Вот. Выспалась, голова не болит. Вообще все шикарно, все супер классно. Вот. И потом Максимилиан меня свозит к косметологу. Потом мы съездим в магазин. И вернемся домой. Завтра у меня встреча с девочкой, с Вероникой. Вы ее уже видели во влоге. Она не только делает визуалы, она еще и стилист. И мы будем разбирать мой гардероб завтра. Вы представляете? Я, конечно, его разбирала совершенно недавно в плане того, что отдать, выкинуть и так далее. Завтра мы будем прям подбирать классные образы из моего гардероба. Плюс Вероника хочет заказать через меня с Китая капсулу шмоток, образов, которые ей нужны для ее нового базового гардероба. И, собственно говоря, так сделать смогут все, кто будет работать с Вероникой. Все будут направлены ко мне, ко второй Веронике. И вот так вот мы будем, короче, работать. Будем снимать завтра видео. Я думаю, что на Ютубе я сниму даже отдельный ролик, что разбираем гардероб со стилистом. И, возможно, это кому-то будет интересно, кто тоже хочет выработать какую-то насмотренность, сделать какие-то выводы и тоже, возможно, в дальнейшем разобрать свой гардероб. В общем, какие-то такие планы. В субботу вообще тоже кипиш полнейший. Короче, дел, дел трэш. И вот еще нужно будет на днях забрать iMac и MacBook. Все, идем кушать и собираться. Я села работать. Тут собирается мне комод. У нас на все про все сейчас. Через час нужно уже одеваться и выходить. Поэтому, что успеем, то успеем. Время 15.30. Я сейчас буду одеваться. Максим Гремешин, кстати. Максим собрал комод. Я как раз только закончила по финальному уроку для учеников. Они уже все получили. И хоть сегодня могут сделать первый свой заказ. Комод. Смотрите. Кстати, прикиньте, и так с каждой левой стороны. Потому что нам положили в комплекте на одну сторону, короче, все полочки вот эти. Все дощечки. Теперь у меня... Ё-моё, сколько места. Сюда поставят диффузор. Диффузор. Вот так теперь выглядит это все дело. Мне нравится. Я довольна. Круто. Так, сейчас расчесываемся. Потому что я помыла голову, даже еще не расчесалась. Одеваемся. Берем все вот эти коробки. Весь срач. Надо вынести на помойку. Чтобы когда мы вернулись, я тут уже финально пропылесосила. Навела порядок. Я хочу, чтобы у меня всякие футболочки в доступе были. А у меня это вообще сложено большая часть в кровать с летними вещами. И по сути у меня в гардеробе только зимние вещи, кофты и все. Но я хочу, чтобы всякие топики, майки тоже были в быстром доступе. Ну и плюс я еще хочу опять перебрать гардероб в плане того, что я буду выставлять это на отдачу, либо продажу за копейки, если это какой-то хорошего товар. Ой, если это хорошего качества вещь, то я буду выставлять за там типа 200-300 рублей символическая честная цена. Ну и плюс хочется заказать каких-нибудь, возможно, базовых новых вещей. Это все будет понятно после завтрашнего разбора гардероба. Одеваемся. Надену бодик, который расстегивается до самого низа. Я опять вне дома снимаю на айфон, чтобы не таскать с собой камеру. Что мы потом еще поедем в магазин. Все, уже выехали к моему косметологу. Мы делаем подмышки. И я не говорила Максимилиану, но мы еще подколем губки, потому что уже чуть-чуть надо. На улице прохладно, но я в шубе, поэтому все кайфер. Я вышла от косметолога, ему помимо того, что... Губы мы не стали подкалывать. Помимо того, что мы сделали мне подмышки, мы сделали мне биоревер... Короче, подождите. Это просто топ. Я вам попозже расскажу, когда уже дома буду, о всех преимуществах. Приехали сейчас закупаться. Маяк. Моя помойка. Помойка. Тут, короче, духи, всякие реплики по максимально, как видите, дешевым ценам. И Максим здесь уже купил двое духов. Из разряда сегодня такой у нас обычный понедельник. Пшикнемся, чтобы недолго пахнуть. Взяла мою еще средство за 61 рубль. Максим хочет какое-нибудь вот такое взять. Сразу побольше. Изучает хозяюшка. Такое сито, чтобы посуду ему мыть. Что, зеленый чай или пирс? Ну давай зеленый чай попробуем. Они были на закупках. Тут, короче, очень много всяких классных средств. Вот, всяких разных средств, которые очень классные и стоят они недорого. Допустим, вот для чистки и дезинфекции 87 рублей. Короче, я покупала похожий коврик в фикс прайсе, но он маленький. Я хотела взять большой, но здесь тоже такие вот маленькие. Блин, можешь взять два, их склеить просто между собой. А то гости приходят, когда они, блин, топчутся и грязь остается. Затариваем себе кончиком. Шрек. Это была минутка абьюза. Покупки чек. Шпроты. Кстати, вот это самые вкусные шпроты. Итак, мы уже приехали домой. Сразу после процедуры у меня было такое, лицо все в капулах и более воспаленное на вид. Кстати, мы вот сразу поехали в магазин, это все, заехали в еще один магазин. Вот все это время мы ехали, и у меня просто вот, пожалуйста, сухие подмышки. Это вообще просто класс, потому что, когда мы поехали к косметологу, я еще положила салфетки сухие вон туда, между подмышкой и кофтой, чтобы с такими пятнами не приехать. Но все равно, по ходу дела, они там где-то сместились, и когда я пришла, я Арини говорю, ну вот, пожалуйста, смотри, Дези ко мне попшикалась. И вот, в целом, приехала, у меня вот такие пятна были. Вот сейчас закололись, вообще класс прям. И с этой биоревитализацией, вот выговорила я с первого раза, вообще классная процедура делается в комплексе, и уже через там 2-3 процедуры будет офигенно заметен результат. Она мне вкалывала прям вот, я вам все влоги говорила о том, как меня бесит вот этот трэш. Мне Арина говорит, капец, у тебя кожа, она посмотрела, увидела по состоянию, что она не очень, вот этот лоб, который у меня чешется, и сухой. Кожа очень сильно обезвоженная, поэтому ей много чего не хватает, а там как раз комплексы витаминов, гиалурона и всего-всего. И плюс она мне колола препарат с цинком, который для воспаленной кожи с акне. И она мне прям вот в эти прыщи, под прыщи под эти колола прям. Я надеюсь, что прям после первой процедуры уже замечу какой-нибудь результат, но вообще через 2 недели нужно приехать на повторную процедуру. И еще потом мы сделаем чистку лица у ее косметолога, занялась кожей. И еще, конечно же, я схожу к гастронтерологу, нужно проглотить лампочку, это, наверное, будет 4 или 5 раз. Это отвратительно, это прям как в фильме ужасов. Вот, но это сделать нужно, чтобы проверить, что там у меня вообще с желудком творится, происходит. Вот, и еще, скорее всего, схожу к гинекологу на гормоны, нужно сдать анализы. Никогда не сдавала на гормоны, по-моему, анализы, поэтому нужно попробовать. Вот, сейчас мы приехали домой, сейчас пойдемте разгружать пакеты. Быстро все разложу и сяду, домонтирую сториз про косметолога. Вот, хочу поделиться этим в инстаграме. Еще пипец. Короче, я вам показывала коврик, мы хотели купить. И мы забыли, какого вида у нас коврик дома. Кругленькие соты или вот такие вот ромбики. Я говорю, по-моему, круглые или нет, по-моему, ромбики. По итогу я думаю, а что тупить? Сейчас загуглю, какой в фикс-прайсе продавался коврик. Мне выдал фикс-прайс через гугл коврик ромбиками. Приезжаем домой. У нас коврик круглешками. Решили, что, короче, купим такой же второй. Их вот так вот, их вот так рядом положим. Здесь Максим обрежет чуть-чуть на уголке, чтобы вот так были коврики. И тогда гости смогут нормально заходить. И то они встают на этот маленький и дальше пройти. Ну, я не разрешаю, потому что куча грязи и так далее. После одного прихода гостей, а это меня прям аж бесит. Это, кстати, блин, да, это я пила сейчас коктейльчик. Просто берем пакеты, что мы раскупили. Блок, наверное, будет мега большой. Ребят, вот эти шпроты самые вкусные. С ними офигенные бутерброды можно делать. А рецепт очень прост. Я вам сейчас скажу рецепт. Майонез перемешивайте с чесноком. Чеснок, конечно, перемолоть нужно максимально, насколько это возможно. Потом берем хлеб. Вот это вот с майонезом наша штучка с чесноком. Потом огурчик из шпроты. Или шпроты, а потом огурчики. Просто улет. Мы купили аж три банки шпроты. Я даже не догадывалась, насколько шпроты вкусные. Пили мини-пельмешки. Две пачки блинов. Ветчина, грибы. Я вообще люблю ветчина, сыр. Но их, к сожалению, не было в продаже. Так, вот у меня тут еще баночка для хранения чая. У нас, конечно, еще есть чай, который мы покупали. Я вам показывала отдельно такой заваривать. Но, знаете, иногда бывает лень вот это его насыпать в этот пакетик. Можно, конечно, заранее сделать пакетики, но это тоже бывает лень. Я решила, что мы еще купим вот такой вкусный чай. А мы его уже покупали много раз. Бергамот и малина. Обожаем бергамот. Вообще трэш как. Максим купил остричный соус. Масло сливочное. Я взяла три штуки бекона. Максима любимый острый соус шрирач. Это колбаски для жарки ратимировские. Тоже вкусные. Точнее, сосиски. Идемте переодеваться. Время полвосьмого. Я надеюсь, что я все успею. Прям в планах все успеть. А еще нужно полужина где-то в промежутке. Вот. Поэтому давайте уже я переоденусь, напишу ученицам и к вам вернусь. Короче, ребят, это трэш. Время 21.12. Я не могла найти, рядом лежит. 21.12. Я сейчас закончила работать с ученицами. Привела им там просто полнейший анализ по поводу заказа товаров в другие города. Они просто не с Приморского края, поэтому у меня с ним немножечко еще идет отдельная работа. По поводу того, как им крутить цены так, чтобы им было выгодно платить за вес, платить за почту, чтобы товар до них доехал. Короче, я сейчас экстренно сажусь за монтаж влога. Максим Ильян сделал ужин, картошечку. Ну, вы уже такой ужин видели, мы решили его повторить, нам очень понравился. Я еще, кстати, с Тау Бау заказала такую соусницу, да? Соус наливаем разный и кусям вкусно. Спасибо, милый. Спасибо. Дура. Ой, мы покушали. Время уже 22.20. Потому что я еще села в телефон, ответила ученицам. Ой, на магазине, на своем аккаунте. Короче, у Коськи есть вот такая любимая стучка. Короче, это вообще круглый коврик, вот такой мягкий. Но когда он у меня был постелен в прошлой квартире, Сима его очень боялась и не могла на него наступать. Она его просто обходила, перепрыгивала. Тут в этой квартире я тоже стелила этот коврик, но поняла, что он слишком много приносит грязи и так далее. Он много собирает и чистится очень плохо. Я его собрала вот так и положила просто. Она начала на нем спать. И вот пока у нас елка стояла, завтра, надеюсь, мы ее уже уберем. Каждый день надеюсь на это. Я этот коврик сделала как снег внутри елки. И сегодня опять Симе сложила. Так она улеглась там сначала, где шторы. По итогу Максим ее перенес сюда, и она теперь на нем здесь спит. Ну, ладно, верх я пока что никак не организовываю на комоде. Поэтому у Симоны пока что новое место обитания. Я, в общем, сейчас отнесу все тарелки, все на кухню. Уже мыть посуду буду завтра, сегодня некогда. И сажусь дальше за монтаж. И надеюсь, что до 22, ой, через час 23.20 будет. Я закончу влог и сразу приступлю наводить порядок в шкафу. Время 23.43. Я только закончила монтаж, потому что останавливаться почти в конце было бессмысленно. И я решила, что буду еще монтировать, монтировать, монтировать до конца уже. Я просто подумала, что совмещу сегодняшний влог и завтрашний. Завтра я в влог в любом случае смогу вставить немножко кадров, потому что про разбор гардероба и подбор образов будет отдельный видос на ютубе. Вот, поэтому я так покажу немножечко спойлеров и отсылочку сделаю к новому видосу «Работа со стилистом». Возможно, это будет как раз в промежутке, где там вот влог выйдет за сегодня-завтра, да, то есть какое сегодня у нас, по 17-19. И следующий видос выйдет «Разбор со стилистом гардероба». Я думаю, что вот я сейчас пойду помоюсь и лягу спать пораньше и проснусь завтра в 9 часов. Просто потому что если я сейчас это буду делать до часу, до двух ночи, я завтра вообще буду никакущая. Не всегда я успеваю за день выполнить все, что я хочу, к сожалению, но зато я смонтировала влог и уже сейчас его открою на ютубе. Вот, я просто хочу как можно быстрее отредактировать все влоги, которые я сняла за эту неделю, и чтобы максимально их подбить к актуальному дню. Вот, я сейчас довожу влог до идеала, загружаю на канал, и все. Сил моих на сегодня больше нет. Сейчас время уже пол-одиннадцатого. Я планировала встать в 8, потом в 9, в итоге встала в 10. Но это уже тоже неплохой результат. Сейчас буду делать завтрак и все, и быстренько наводить порядок в шкафу. Честно говоря, вообще, я не представляю, какой сегодня срач будет. После того, как мы будем делать составление образов с моих вещей. Вчера, короче, на лобове было лень делать петерброды со шпротами, поэтому я их сделаю сегодня назад. В общем, чеснок я почистила. Сейчас я его буду мелко нарезать и возьму тарелочку. Продолжение следует... Завтра, чег. Так вот получилось. Вообще, супер класс. В общем, уже позавтракали, по-моему, отсюда переоделась. Сейчас прополюсошу, приберусь и буду вытаскивать все из шкафа на кровать. Мне нужно еще будет успеть себя немножко в порядок привести. Уже прибрала и заправила кровать, чтобы на нее сейчас все выкладывать. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, это не все. Еще в кровати два була вещей. Здесь я решила пока что не доставать. Тут всякие пиджаки, рубашки. Это уже можно вот так посмотреть просто. Здесь я отложила что-то домашнее. Что-то я точно на отдачу. Что мешаем тебе, да? Ты решила тут намываться, ложиться спать. Скажи, столько много черных вещей. Нужно полежать на всех. Будь здорова. Я же вчера сделала вот эту биоревитализацию. Мне сильно красится нежелательно. Не нужно прям. Я и не хочу. Я немножко к консилерам тут бровки сделала. Еще у меня сегодня курьер привез утром посылку золотого яблока. Ее я вам покажу уже вечером, когда мы закончим. Ой, я вообще боюсь представить, что сейчас будет с этим разбором гардероба. Повыкидываем нафиг все и все. Вообще у меня была мысля, типа, вот сейчас после зимы я хотела разобрать свитера. По той причине, что ты открываешь шкаф, вещей дохера, и ты не знаешь, что надеть по итогу. Хочу себе, вот я вам говорила, по-моему, в одном из главов. Хочу заказать кучу всяких топиков. Всякого такого новенького. Хотя давайте я вам сейчас распаковку покажу золотого яблока на кухне. Все равно я покажу Веронику. Мне нужно что-то делать. Я вообще обожаю эти коробки из золотого яблока. У меня их столько уже, и в них что-то хранится. Это класс просто. Оу, шейт! Термальная вода! Ура! Кассеты с мылом обязательно. Матирующие салфетки. Это вообще топ. Тушь моя любимая. Зачем нужна тушь? Потому что, когда делаю макияж, даже с уголками, я вначале подкрашиваю ресницы. Мой любимый консиллер. Пудра, которую я разбила, вы видели во влоге, когда макияж делала. И кондиционер от шампуня. И еще два шампуня должно прийти в следующей посылке и диффузор. Такой шампунь купила в первый раз. И кондиционер от линейки для крашеных волос. Вообще, я пользовалась оранжевым для гладкости волос. Рассказываю, почему я купила это. Сейчас я буду пользоваться для гладкости волос, когда мне придет. А потом, когда я уже пойду покрашусь снова, я первое время, пока тонировка еще будет жива на мне, я буду пользоваться для крашеных волос. Ну что, ко мне уже приехала Вероника. Мы сейчас с ней тут сидим, обсуждаем, что вообще нужно добиться от нашего разбора гардероба, составления образов. Симона по-прежнему лежит на кровати. Ее как бы не волнуют никакие разборы гардеробов. Ей там очень удобно и хорошо. Буду вам все равно чуть-чуть снимать, потому что основное видео будет отдельное, я думаю, сразу после этого влога. Торис сейчас, рилс, короче, вообще. Снимаем вещи до разбора. Ну, мне нравится, во-первых, что здесь много, что сочетается по цвету. Есть яркие цветовые акценты, допустим, розовый, но в основном это такие природные оттенки, которые друг с другом хорошо сочетаются. Встановили телефон, будем сейчас... Будем сейчас снимать, детали, детали подводим. Ну я же визуализатор, как бы сниматься, все понравилось. Да, делаем, делаем красиво. Вообще, просто твое отношение к этой вещи для начала. Это топовые джинсы сидят очень круто, я их обожаю всем сердцем. Буду сейчас стоять чисто так. Мам, ну что? Так, мы сейчас перебираем штаны. Джинсы. Что у нас со ски? Пост не сильно позволяет, лучше, ну, таких экспериментов не делать. Честно, я его выбрала. Да? Да, да, да. Что касается вот этой веры, вот это тоже у нас романтическая рюша. Я даже не знаю, куда ее применить, если честно, и длина мне не очень нравится. Ну да, они тоже коротковаты. Ну да, и на талии, типа вот так, и... Подвисает на талии. Талия у нас тонкая, ведра хорошие. И вот эти штаны... Короче. Ну, это если прям слоистый захочется образ, то можно и с жилеткой. Так, у нас небольшой перекус. Тут куча им еда приехала. Уже без сил вообще. Уже даже стемнело. Ммм, такая вкусная шаурма. Просто уютное кафе, реально. Но мы все уже сняли. Ну да, на каком энтузиазме мы все это начинали. Ага, сейчас я вообще уже умерла почти. Деловая моя колбаса. Да? Деловая моя зайка. Алло. На моих втанах легла. Лапку положила, да? Короче, она сейчас лежала на других черных штанах. Вероника их вытянула, она перелегла на эти. Начнем фоткать низ. Будем складывать низ с топками, потом вверха фотографировать. Тут, кстати, огромная куча набралась вещей. Это все не нужно. Я уже убрала то, что было в шкафу. То, что висело именно. И влезло, кстати, повесить больше, чем до этого. Тут еще Вероника снимает оставшиеся кадры. Максим там просто в горе вещей. Кайфует сидит. Джинс уменьшилась просто в два, а то и в три раза, блин. Вообще класс. Ну что? Вероника уже уехала. Мы уже провели полный разбор гардероба. Ко мне уже пришла подружка в гости. Мерит шмотки. Может, себе что-нибудь выберет. И буду еще там маме предлагать еще кому-нибудь подругу. Вот. Сейчас моя миссия это загрузить все в шкаф и в комод. Все то, что вытащено было из шкафа. Честно говоря, так устала, так лень. Я бы с удовольствием разделала это завтра. Но завтра, к сожалению, некогда. Послезавтра это уже долго. Поэтому нужно сделать сегодня. Плюс я вам обещала показать заполнение комодика. Поэтому тут разложила колготки, лосинки. И наверх я начинаю складывать уже домашнюю одежду. Штаны, футболки, всякое такое, чтобы быстро там найти домашнюю одежду для друзей, допустим, кто хочет. Мы заказали с Натусиком покушать чифаньку. Это вок. И там был комбо. Два вок и два милкиса. Короче, я так хочу газированной воды. Блин, надо было еще отдельно пару милкисов заказать. Боже. Вот тут Натусик уже себе, видите? Набрала вещичек. Это пришла ко мне в гости и ушла с баулом вещей. Это у меня все подруги, короче, каждый раз. Ура, нам привезли еду. Это просто, это набор Владивостокца. Мы вам сейчас его покажем. Милкис. Две штуки. И лапшичка, лапшичка. Здесь лежали лосины, колготки, всякое такое. Тут теперь оставшиеся джинсы лежат у меня. И носки теплые, которые сейчас ношу. Есть еще целый свободный раздел, но это я сейчас еще уберу. А это значит, что нужно заказывать что? Правильно, новую одежду. Дорогие подписчики, ура! Свершилось чудо. Мы сейчас будем с Наташей разбирать елку. Время? Пол второго ночи. Время пол второго ночи. Я с таким энтузиазмом это все делаю. И с таким неэнтузиазмом сейчас. Я буду разбираться. Да. Отдаем подруге вещи с сегодняшнего разбора гардероба. Как на шопинг сходила, только бесплатно. В общем-то, все, упаковали сюда елочку. Завтра отнесем в гараж к Наташе. Будет у нее храниться, пока Максим не найдет гараж поблизости возле дома. Чтобы мы уже могли в наш гараж перетаскивать все ненужное в таких коробках. Кстати, коробки у нас валяются на балконе. Это те коробки, в которых мы переносили сюда вещи. Так, сейчас я еще быстро пропылесошу, а то здесь какой-то вообще. Я сейчас приберусь на кровати. Тут у меня немножко разбросаны пакеты. Куча вещей, которые мы сегодня решили... От которых, точнее, мы решили сегодня избавиться. На днях заедет подружка, посмотрит что-нибудь для себя. Еще предложу кому-нибудь. Честно говоря, один раз, наверное, попробую выставить на продажу. Те, кому нужно, заберут. А дальше я, наверное, соберу просто все в баул. Все, что даже выставляла на продаже. И отдам просто знакомой. Она отвезет на деревню. И там люди разберут, кому что нужно. Потому что все это дело хранить дома я уже устала. Это занимает место. Вот тут у меня два свободных ящика. Тут финалочка у нас вот так. Топы маечки. По итогу здесь просто домашняя одежда. Я футболки отсюда вытащила. Там колготки. Там у меня футболки всякие. Там тоже какие-то вещи. Здесь у нас все висит. Здесь юбки. И вот здесь целый свободный раздел. Почему свободный? Потому что шарфы я уберу. Вот наверху там очень теплые вещи. И сверху тут несколько джинс. И водолазочки. Тут у нас свитера-кардиганы. Вот здесь такое прям свободное пространство. Вот эти лампы, штативы. У меня все хранится вон там за шторкой, чтобы этого видно не было. Кстати, зеркало. На днях покрасим зеркало. Мы купили еще в декабре светло-серую или темно-серую краску. И покрасим зеркало. И оно у меня будет вписываться в интерьер. Со временем, возможно, я поменяю вообще зеркало. Куплю с какой-нибудь тонкой черной обводкой. Такой какой-нибудь красивый, эстетичный. Но здесь идеально бы вписалось зеркало вот такого размера. Примерно как от комода до кровати. Уже 2 часа ночи почти. Я дико устала. Просто валюсь с ног. Короче, давайте я с вами уже здесь попрощаюсь. На этой ноте. Влог получился очень насыщенный. День у меня очень насыщенный, что я просто валюсь с ног. Поэтому всем спасибо за просмотр этого влога. Надеюсь, что он вам понравился. Завтра в субботу буду монтировать уже влог за воскресенье и вторник. Или только за воскресенье. По-моему, воскресенье и вторник. Всем спасибо за просмотр. Всем приятного вечера, дня, утра, отдыха. Все что угодно. Всем пока.